Глава двадцатая Книги Иова Времен и радость лицемера мгновен, хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его, навеки пропадает он, видевший его, скажет, где он, как сон улетит и найдут его, и как ночное видение исчезнет, глаз, видевший его, больше не увидит его, и уже не усмотрит его место его, Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его возвратят похищенной им, кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспидов внутри его, имение, которое он глотал, изблюет, Бог исторгнет его из чрева его. Змейный яд он сосет, умертвит его язык ехидны, не видать ему ручьев, рек, текущих медом и молоком, нажитое трудом возвратит, не проглотит, по мере имения его будет и расплата его, а он не порадуется. Ибо он угнетал, отсылал бедных, захватывал дома, которых не строил, не знал сытости во чреве своем и в жадности своей не щадил ничего. Ничего не спасалось от обжорства его, зато не устоит счастье его. В полноте изобилия будет тесно ему, всякая рука обиженного поднимется на него. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его. Убежит ли он от оружия железного, пронзит его лук медный. Станет вынимать стрелу, и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его, ужасы смерти найдут на него. Все мрачное сокрыто внутри его, будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый. Зло постигнет, и оставшееся в шатре его, небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него. Исчезнет стяжание дома его, все расплывется в день гнева его. Вот удел человеку беззаконному от Бога и наследие, определенное ему Вседержителем. Субтитры создавал DimaTorzok